Здравствуйте! В эфире телеканала «Волгоград-1» главные события 2023 года в студии Ксения Колоскова. Мы продолжаем подводить итоги минувшего года и сегодня вспоминаем уникальную работу Центра культуры и искусства «Октябрь», посвященную одному из эпизодов Нюрнбергского процесса – Харьковскому трибуналу. Об этом наш следующий сюжет. В Центре культуры и искусств «Октябрь» в Волжском состоялось пять показов реконструкции одного из эпизодов Нюрнбергского процесса – Харьковского трибунала. Судили участников преступления, расстрелявших воспитанников Нижнечирского детского дома, который находился в Суровикинском районе Сталинградской области. Фашисты казнили 47 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Наш директор, когда узнал, что почем и о чем, он очень вдохновился. Это Евгений Викторович Кузнецов, директор Центра культуры и искусств «Октябрь». Вдохновился этой идеей и сделал вот такой спектакль «Мистерию», что ли, ее как-то вот так даже можно назвать. То есть, помимо того, что мы делали сам процесс, как он положен, исползал поседание на сцене, у нас были как бы и сцены иного бытия. Допустим, там, где наши дети, которые были расстрельны, были еще живыми, находились в игровой комнате, играли с игрушками. Премьерный показ спектакля состоялся 2 февраля, в день 80-летия Сталинградской победы. В рамках президентского гранта этот проект Центра культуры и искусств «Октябрь» и Волжского филиала Международного юридического института теперь посмотрели не только волжане, но и школьники из Волгограда и области. Дети, которые приезжают к нам, и вот как только зал заседания сюда, они уже начинают верить в то, что это настоящие на сцене военные, настоящие судья, настоящий прокурор. Все роли исполнили сотрудники Центра культуры и искусств и студенты юридического института. Детей сыграли воспитанники эстрадной студии «Карамельки». Получилось очень талантливо сыграть, но я бы не даже не говорила, что играть, потому что мы жили, мы реально жили. Вот мы сейчас давали 5 спектаклей подряд, мы этим жили, и ты входишь в это состояние, как только звучат первые аккорды «Авы Марии», где пожившие дети, души спускаются в зал. И спектакль заканчивается, ты еще полчаса не можешь отойти, как минимум ты рытаешь, а потом ты еще полдня сидишь как зомби. В результате Харьковского трибунала двух обвиняемых приговорили к смертной казни. Посмотрите на них. Что они могут сказать в свое оправдание? Виновата система? Составила жизнь? Исполняли приказы? Нет. Они сами сделали свой выбор. Анжела Умбетова, телеканал «Волгоград-1». И сегодня в нашей студии директор ЦК «Октябрь» Евгений Кузнецов и заместитель директора Ольга Кийко. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала вопрос, как вообще пришла идея создать подобное произведение? Ну, идея этого на самом деле витала давно. Светлана Викторовна Новикова, которая является директором Московского юридического института, филиала в городе Волжском, она мне уже рассказывала о том, что они делали у себя такую реконструкцию в институте. Это нормальная практика, это практически делается в каждом юридическом институте. Но все сложилось именно в декабре прошлого года, когда этим заинтересовался глава Игорь Николаевич Воронин, глава нашего города. И они с этой идеей пришли к Евгению Викторовичу Кузнецову, к нашему директору, который очень воодушевился. Ему эта идея понравилась. И, собственно, вот отсюда все у нас и началось. Смотрите, действительно, Международный юридический институт, как и многие другие вузы, они действительно занимаются реконструкциями. Это для них вообще абсолютно нормальная практика. Единственная, вот, наверное, заслуга главы в первую очередь в том, что он предложил эту реконструкцию показать на сцене Центра культуры и искусства «Октябрь», потому что он считает, что это должно видеть как можно большее количество жителей. А у нас зал самый большой в области, порядка тысячи человек, почти тысяча человек. Ну, вот, собственно говоря, так все и началось. Еще есть одна фигура, персона Елены Константиновны Степановой, которая, собственно, пришла ко мне и сказала, ты знаешь, вот надо бы организовать такое мероприятие, но надо как-то это сделать очень креативно. Вот, для меня, конечно, сначала это было непонятно, даже, наверное, в шок повергла вот такая задача. То есть, каким образом поставить реконструкцию, тем более это судебный процесс на сцене Большого дворца, да еще это сделать как-то очень креативно, необычно. Ну, вот тогда у меня, наверное, и возникла идея все-таки сделать художественную реконструкцию. В нашей постановке у нас как бы два мира. Мир относительно реальный, который отражает сам судебный процесс, и как бы мир потусторонний, иное бытие. Вот два параллельных мира сосуществовали друг с другом на сцене. Соединились на сцене, можно сказать. Соединились, да, совершенно верно. А как шла работа над проектом? На самом деле мы все вдохновились этим проектом, когда Евгений Дикторович нам рассказал, что мы это будем делать, как он это видит. Мы его поддержали практически всем коллективом. Это было интересно. Мы залезли в историю, мы стали копаться. Как это было, кто эти персонажи, самые главные персонажи, которые выходят на первый план, стали их биографию искать. В общем-то, не так многое с этой биографией мы и нашли. Но копались вот где только возможно. А потом, после этого, мы уже пытались это все обличить в художественную форму. То есть, допустим, сценарий, когда пишется, там было настолько сухо все по этому процессу. А вот художественно уже обработать, это обрабатывали мы, писали, чтобы это было доходчиво, понятно, и чтобы это трогало сердца. И когда вот Евгений Викторович придумал два вот этих мира, что иное бытие и реальный мир, да, они совмещались на сцене, вот тут вообще интересно закипела работа. Мы придумали, под какую музыку, как, какие персонажи, что им будет видеться. Вот, допустим, тому же Фрицу, Ритцганс, который был на скамье подсудимых, мы придумали такую сцену, что ему вот эти дети расстрелянные, в которых стреляли, они закрывались игрушками, а в них стреляли, ему стали видеться вот эти прострельные игрушки. Вот это была одна сцена. Это такие некие инфернальные сущности, да, демонические. Это вообще очень сильная такая сцена получилась. И когда к нам приходит молодежь, а это школьники, которые часто идут и не знают, на что они идут, они только, ну, реквием, ну и... И они вот именно на этом месте, они просто замирают. Они замирают, они начинают понимать вообще, как это на самом деле было страшно, что происходило в это время. Допустим, другая сцена, это идет уже с главной героиней, с одной из главных свидетельниц, это Костелянша, которая осталась одна с детьми, она не могла их бросить. Другая сцена, что ей мерещатся дети, что они все еще живые, что они вот, они играют и так далее. Это тоже во время судебного процесса. Сцена тоже очень сильная. Маленькие дети на сцене, играющие, и она, которая бьется и пытается к ним пробиться туда, в другой мир, тоже очень цепляет сильно. Ну, все практически выходят со слезами из зала, это очень сложно пережить. Насколько сложно эмоционально работать над этим было? Очень сложно. Сразу скажу, очень сложно. Потому что погружение... Я даже не могу назвать нас артистами, те, кто принимали участие в этой постановке, потому что профессиональных актеров там не было. Но настолько все погружались в этот процесс, что вот начинается первая сцена, когда идут души погибших детей, правильно же я называю, да? Самая первая сцена, да. Души погибших детей идут, все. Звучит Ава Мария, и в этот момент все, слезы накатывают. Ты уже понимаешь, что ты не здесь и сейчас, а что ты именно в том времени, на этом процессе. Там с ними. Да, это очень сложно. И потом после самой постановки ты сложно выходишь, не сразу. То есть не сразу, что ты вышел со сцены, и ты уже сегодняшний. Нет. Это тебя очень сильно трогает, цепляет, и ты с этим живешь. Кто участвовал в постановке в качестве артистов? В качестве артистов были как работники Центра культуры и искусства «Октябрь», так и студенты. Студенты Московского юридического института. Ребята, которые, ну, совсем не актеры. Вот им сказали, надо выйти на сцену, надо там то-то сделать. И вот эта трансформация, ребят, она была налицо. То есть они пришли первый раз на репетицию. Ну, прикольно же надеть форму, взять там автомат в руки, да? И когда вдруг проходит первая репетиция, они понимают, о чем речь. Ребята меняются. То есть совсем молодые ребята, они меняются. И они уже сами бегут на эти спектакли, они уже водят своих там знакомых, друзей, приводят, чтобы они прониклись в вот той ситуации, которая сложилась в то время. А зрители как реагировали? Зрители выходили все со слезами, это прям 100%. Я хочу добавить еще немножко по подготовке. Вот вы спросили, да, сколько времени это все? Вот в декабре, ну, наверное, в самом начале декабря возникла эта идея. И у нас была рабочая группа, в которую входили я, Ольга Александровна Кейко и Светлана Викторовна Новикова, директор Волжского филиала Международного юридического института. Работа шла очень такая интенсивная, потому что нужно было поднять все исторические документы. Это огромное количество, огромное количество материалов. Как бы это очень большой материал объемный. Нужно было уложить в эти 45-50 минут станического времени. И мы также понимаем, что у нас, если есть некая художественная составляющая, то, соответственно, чистого времени судебного процесса и не так много. Это достаточно сложная задача и подобрать музыку, и визуальный ряд, и сценография, и хореография. В общем, где-то на все про все у нас ушло около полутора месяцев нашей вот такой интенсивной рабочей группы. А, собственно говоря, когда мы стали заниматься уже непосредственно постановкой, это две недели. Я считаю, это наикратчайшие сроки, за которые только можно вообще такое поставить. А что касается реакции зрителей, у нас состоялась премьера 2 февраля этого года. В конце зрители встали, и около 20 минут они аплодировали стоя. Мне кажется, это самое вообще дорогое, что может быть. Каждая постановка такого может удостоиться. Да, совершенно верно. Вы знаете, даже не только на первой постановке это было. Это даже когда приходят к нам школьники, потому что мы по Пушкинской программе работаем эту постановку, они также в конце встают и аплодируют. Происходит то же самое. Пусть там не 20 минут для отца овации, но они аплодируют. Они уходят другими. Они воспринимают это. Да, и они уходят другими, действительно другими уходят. И так случилось, ну не то, что так случилось, наверное, было закономерно, что мы подавали на грант с этой постановкой, и мы этот грант выиграли. И благодаря этому гранту мы смогли показать эту постановку и Волгограду. Потому что просто выезжать с этой постановкой сложно. У нас очень много такой художественный свет задействован. Дым, свет, экран, который есть в нашем центре. И все вместе это действует. То есть одно без другого, это уже будет не то. Поэтому выезжать нам очень сложно. А вот привести к себе... Извини, перебью, это даже не сложно, это невозможно. Да, совершенно так. Потому что очень сложный сценарий, очень сложная световая партитура, звуковая партитура, это правильно сказал, Оль. Здесь все вместе, но это невозможно на других площадках. Мы думали об этом, когда изначально писали грант о том, чтобы вообще как-то можно было показать на других площадках, даже в других городах. На самом деле это невозможно. И благодаря гранту мы смогли Волгоград привезти к себе. И не только Волгоград, но и дети из области посетили. Вот все были слижайшие районы, до муниципального образования. Средний Ахтуб. Средний Ахтуб, да. По-другому там невозможно реагировать. Невозможно. И нас, кстати, приглашали еще и поехать в Калининград, да, с этой постановкой. Но вот, к сожалению, это действительно нереально, потому что вывезти, во-первых, такое количество, у нас же большой детский хор, и вывезти всех вместе, это очень сложно. Ну, порядка 70 человек задействованы в постановке, это, конечно, достаточно проблематично, да. Но, возможно, в этом году мы сможем поехать в Москву. Но это пока... Пока в планах. Пока в планах, да, да, да. А скажите, на ваш взгляд, насколько вообще важны постановки, подобные для нашей молодежи, вообще для нашей аудитории? Я бы сказал, что это жизненно необходимо. Мы должны знать свою историю, мы должны любить свою родину. Я уже говорил о том, что история – это та наука, а если говорить уж таким школьным языком, тот предмет, который обладает очень мощным воспитательным потенциалом. Ну, так же, как и литература, и другие предметы гуманитарного цикла. Без знания истории нет будущего. Вот, если мы хотим, чтобы наша нация продолжала жить, чтобы Россия продолжала существовать, мы должны об этом говорить. Не только о крупных эпизодах, таких как Нюрнбергский процесс, но и о Харьковском. Совершенно верно. О котором, наверное, до вашей постановки мало кто в Волгограде знал. В Волгограде, Волжском, вообще в нашем регионе. Это правда, это правда. И этим она, на самом деле, уникальна. Уникальна и ценна. Да, совершенно верно. Расскажите, какие у вашего центра планы на будущий год, на 2024? План, наверное, у нас грандиозный. Да. У нас впереди 70-летие города Волжского, чем мы безумно гордимся, потому что все волжане, все очень любят свой город. Мы немножко особенные, мы немножко не такие, как Волгоград. Я не умоляю совершенно жителей города Волгограда, да. Но мы, волжане, как-то особенно привязаны к нашему городу. И действительно, город ярких, креативных людей. Неравнодушных. Неравнодушных людей. Это так и есть. С волжским характером. С волжским характером, да. Это так и есть. Поэтому очень трепетно относимся к тому, что города уже 7. Десятые – это уже такая дата, более-менее такая значительная. И, конечно, мы все хотим, чтобы этот год был весь посвящен этому событию. И мы уже начинаем задумываться о том, как нам поэтапно уже это осуществлять. Каким способом. Потому что, я так понимаю, что большая часть идей все равно ляжет на Центр культуры и искусства «Октябрь». Потому что у нас люди работают креативные и неравнодушные. И вообще, это такая точка притяжения для всех волжан. Да, можно сказать, да. Мы надеемся на это. По крайней мере, мы для этого делаем все. Я полагаю, вам это прекрасно удается. Скажите, что бы вы пожелали нашим телезрителям в Новый год? Я бы, наверное, исходя из нашего эфира, сказала, что пожелала бы быть неравнодушными. Самое главное. Неравнодушной ко всему. К тому, что происходит в городе, к тому, что происходит рядом с тобой, к тому, что происходит в твоей семье, к тому, что происходит у тебя на работе, какие люди тебя окружают. Не будьте равнодушными. Будьте открытыми, добрыми, теплыми. Хочется сказать, любите друг друга, ибо любовь, она все равно правит миром. Ну, вот я за это. А я хочу все сказанные слова Олины возвести в 70-ю степень. Это прекрасно. Спасибо вам за теплые слова, спасибо за беседу. А я напоминаю, что мы продолжаем подводить итоги 2023 года. В студии была Ксения Колоскова. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok